так похоже что стрим пошел сейчас немножко еще и даже вижу как я сам печатаю чуть оттуда напишите насколько видно и насколько слышно немножко подождем пока ямак загрузится он хорошо а я сам себя слышу хорошо ямак загрузится отлично откуда напишите насколько видно и насколько слышно русский стоит немножко непривычно потому что мне пришлось уменьшить разрешение чтобы оба с не тормозит но и слегка непривычно ничего качество я смотрю вполне хорошие тут ладно закрываю стрим больше туда смотреть не буду так и макс так вот пишу что звук приходит два раза это странно не должно быть такого так на видимо звук шел два раза потому что я открыл стрим не знаю каким образом звук со стрима пошел в основной микрофон но сейчас такого не должно так ладно ждем еще до пяти минут час три минуты ждем до пяти начинаем кто не успел тот посмотрите описи пока что можно напомнить различных различных мессенджеров том что у нас шел стрим так можно эффект напомнить там есть специальный канал дейвстрим там есть специальный канал дейвстрим просто к сожалению у меня нет ссылки на стрим еду посмотреть на него получить ссылку кто знает а вот так наверное так вот так ладно сейчас закрываем с него так что нам понадобится не макс терминал в принципе и все так ладно пять минут уже пора начинать значит сегодня решил еще одну секундочку что горло вот что горло у меня сегодня барахлит как на зону ладно в общем сегодня решила провести стрим по коже я уже это дело прошлом рассказывать про и макс но решил час снова возобновить если время будет вот и начну рассказ на такую интересную тему будем скрещивать к ложу и bitcoin следовать современным трендам на всякий случай еще напишите в часики все ли видно все ли слышно потому что потому что мне непонятно окошечко подровняю вот значит все началось того что есть у меня приложение где я принимаю от пользователей деньги там он сейчас принимает по пейпал вот и мне захотелось добавить биткоин добавить не потому что он сейчас дорожает и все о нем говорят но просто чтобы с тем и разобраться потому что даже если никто в итоге не заплатит все равно будет интересно как это работает вот к моему удивлению не нашлось ни одного сервиса который бы предоставлял нормальную фишку для совершения bitcoin платежей то есть казалось бы сейчас вот полным-полно стартапов по криптовалютам но почему-то спасибо что написали да но почему-то ни одного нормального сервиса для этого нет ну как естественно сервис есть но их опишками не подходит например в некоторых опишках нельзя иметь больше 20 неиспользуемых адресов в других сервисах все платежи валятся на один адрес и тем самым нарушается концепция bitcoin о том что главный принцип анонимности то есть одна транзакция один адрес ну не сказать что мне это настолько принципиально но тем не менее с такими шероховатостями шероховатостями я решил попробовать написать свою интеграцию с биткоином значит что для этого нам понадобится но я не буду рассказывать в этом стриме как вообще работает bitcoin потому что есть те кто гораздо лучше не знают и статьи видео и книги даже вот я лишь примерно описал опишу суть взаимодействия с биткоином для того чтобы принимать платежи вообще достаточно иметь какое-то по которое ну какой-то код и библиотеку или клиент который сделать две вещи это во-первых сгенерит вам приватный ключ и открытый ключ и сохранить и приватный ключ в кошелек вообще что такое биткоин адрес это на самом деле хэш от приватного ключа то есть по эллиптической кривой генерится приватный ключ он очень длинный его подобрать нереально от него с помощью нескольких хаширующих функций получается приватный открытый ключ и этот ключ передается ну то есть это адрес он передается вашему заказчику чтобы он на него платил ваш приватный ключ сохраняется кошелек и потом когда ваш клиент сканирует силу биткоин операции он смог проверяет каким адресом подходит ваши ключи и например если ваш к адресам а и б подходит приватный ключ значит вы можете контролировать те деньги которые находятся на адресах а и б вот поскольку как я уже сказал мы не будем взаимодействовать со сторонними сервисами мы будем использовать взаимодействовать с биткоин кошельками сейчас есть два много есть к различных кошельков но из них следует выделить два основных что первый это биткоин к то есть каноничная реализация сатоши написано на си плюс плюс и она представляет собой так называемую полную ноду есть full ноут ее особенность в том что она хранит себе полностью базу блокчейна постепенно на ее скачивает и у себя хранит и нужны им ну главный минус в том что и нужно много места сейчас потому что идет взрывной рост биткойн операции и на сегодняшний день база занимает моему 140 гигабайт или 150 хранить такой объем это достаточно дорого потому что даже вот у того же digital ocean 100 гигабайт хранилище стоит 10 долларов то есть вам нужно 200 каким-то запасом если брать то это уже 20 долларов в месяц получается дороговато а второй bitcoin кошелек который стоит выделить он называется электрум он написан на питоне и его особенность том что это так называемый легковесный кошелек он не хранит данные у себя на жестком диске вместо этого он обращается ко множеству серверов которые работают в торе то есть вот этот товарищ который запрет клиент он соучредитель какого-то bitcoin стартапа и они втор сети подняли огромное количество вот этих bitcoin нот и ваш кошелек легковесный он просто их опрашивает если вам нужна какая-то операция то он данные выгребает оттуда и сообщает вам сколько они могут работать в режиме демона и при этом могут работать с ними можно взаимодействовать по протоколу джейсон рпс это когда работает хдтп сервер он ожидает на ход определенные определенные джейсон и возвращает тоже джейсон в ответ за результате джейсон вот собственно первая вводная часть сегодняшний стрим будет о том как взаимодействовать с этими клиентами на на клоу же в общем то тут ничего сложного нет но так в качестве разминки я решил начать это так что еще следовало об этом сказать а ну получается общий алгоритм вот в идеале мы должны прийти к тому что если у нас кожа приложение предположим на этом же сервере работает электром кошелек и клиент тут у нас что-то заказал и он хочет платить биткойн в лицо давай я готов обратить биткойн в этом случае происходит следующее мы обращаемся к нашему кошельку ну к нашему bitcoin кошельку и говорим генери ко мне новый адрес он генерит нам адрес приватный ключ сохраняет кошелек приватный публичный ключ возвращает ну как адрес мы этот адрес сообщаем клиенту и рисуем ему специальную уру который ну кликая на который заказчик открывает свой кошелек там он совершает платеж и наша задача потом опрашивать bitcoin сеть на предмет операции с этим адресом как только мы заметим что по этому адресу прошли какие-то платить но прошли транзакции нам нужно проверить на какую сумму и сколько подтверждений у нас есть уточню что bitcoin сети каждая операция должна иметь такое такое понятие как подтверждение это количество блоков которые ну транзакция она является частью блока и астана каждый блок ссылаться на предыдущий на бесконечку и количество подтверждений это количество блоков которые идут за за этим блоком то есть например если у этого блока 3 это значит что после него идут три блока и каждый каскад насылается на предыдущий на предыдущий и считается что надежная транзакция того который 6 подтверждений поскольку блок среднем вырабатывается раз 10 минут то получается для до полного подтверждения нам нужно 6 транзакций 6 подтверждений вот но доверять или нет зависит от вашей бизнес логики например если увидели что уже там транзакция появилась и у нее есть хотя бы одно подтверждение это можно уже формально клиенту дать подписку открыть ему доступ и потом проверять что если действительно натикала 6 подтверждений то уже все заказ закрыта если нет то приостановить действие услуги и как-то уже разбираться значит конкретно что сегодня буду программировать это писать клиента на коже для кошелька bitcoin core и для электрон вот у меня есть маленькая заготовочка я и начал пилить так сейчас я сделал несколько первых комитов несколько дней назад вот называется кэлджи bitcoin у нее уже целых три звезды непонятно за что за какие заслуги потому что она не работает ну или работает но не так как этого хотелось в общем сейчас будем писать в нее что для этого нужно у нас терминал я сейчас намереваюсь стартануть репл ну вот у меня есть make файл в котором собраны типичные типичные команды для кожи ну или для лейна там для репл и так далее неудобнее все делать через make у нас сейчас запускается репл и тем временем и макс у нас открыт сейчас мы откроем 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 ну вот примерно вот так должно выглядеть так сейчас нас и откроем redmi файл вот и все сборники опишки биткоиновской они находятся вот на этой страничке так у меня из-за низкого разрешения она как-то отображается не очень может убавить зум а ну вот так зумом получше то есть наша задача вот пройтись по документации и реализовать как бы наиболее нужны нам пишки например получение адреса создание нового адреса получение баланса получения нового адреса получение истории и так далее ну буквально нам их понадобится штук пять десять очень много но все мы не будем делать потому что это займет много времени вот и ну поскольку я сам еще до конца не решил какой кошелек я буду использовать биткоин биткоин коры или электром то можно еще будет реализовать то же самое для электрума вот у меня он локально установлен у него тоже вот примерно вот здесь достаточно много команд вот то же самое мы смотрим какие у него есть команды и читаем в нем документацию и реализуем так возвращаемся в емакс так открыт проект теперь надо подключиться к криополу через сидр вот это емакс установлен сидр вот он увидел что он крутится проект с названием биткоин так все получается переходим вот теперь получается мы все у нас живая сессия пошла мы по цене скрепку вот можно посмотреть что такое биткоин адрес это get аккаунт адрес вот и что такое get balance вот вот та функция с такой документацией ну в общем все теперь можно начинать уже работать так значит надо вот это окошко как-то поджать как же это сделать так к сожалению у меня сбился hotkey чтобы поджать вот это нижнее окошко это не работает ладно не подумал надо было раньше сделать так значит вот функции они опираются на так называемый json rpc протокол если мы откроем модуль json rpc то это особый тип который реализует протокол и не знаю зачем я решил связаться с протоколами потому что я думал что бэкэндов может быть несколько вот эти опишки они одинаково работают и через json rpc и через командную строку но ладно пусть у нас будет просто абстрактный вот если зайти в этот файл бэкэнд у нас определяется здесь протокол бэкэнд и есть perform который принимает метод то есть название пешки и аргументы к ней и в протоколе вот мапа json rpc как раз реализует вот этот ну реализует протокол бэкэнда что она делает она делает dtp запрос и вот делает всякие дополнительные штучки например она логирует то что мы собрались делать она хендлит не положительных ттп ответ тоже логирует но в общем сейчас действие это можно посмотреть значит первое что бы я хотел сделать это вот этот вот конструктор для мапы перенести перенести вот сюда чтобы конструктор лежал рядом с объявлением с объявлением вот этой мапы почему почему потому что ну когда у нас есть какая-то мапа объявленная через def record то обычно к ней нужно писать хороший конструктор потому что ну как бы маловероятно что человек будет заходить и смотреть эти все ключи как они совпадают так обычно не делают делают сразу конструктор который ну как бы по параметрам восстанавливает эту мапу значит что здесь нужно сделать во-первых во первых хост не обязательно хост может быть localhost мы его сделаем не обязательно параметром так юзер и пароль тоже не обязательно потому что потому что их может и не быть значит вообще в обязательных параметров остается только 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 порт значит мы сделаем так что вот эти вот все необязательные параметры передвинем в опт таким образом у нас будет здесь хост юзер пас потом потом секьюр это использовать ли http https или http потом version можно version передать версия jsonrpc она там тоже бывает один или два и ну и пока все наверное так и теперь получается что нужно сделать так ну и теперь нужно просто составить эту мапу то есть что возвращается хост если хост не задан то мы берем localhost ну 001 так порт 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 мы берем как есть потом юзер и паспорт мы берем тоже как есть так так потом secure мы берем либо secure либо false явно приводим версию мы берем также либо версию либо 1.0 по моему там по спике на работают по по первой спике так 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 еще есть такой параметр как айди 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 как бы это протокол в спике jsonrpc это айдичный клиент то есть это может что угодно как и идентифицирует нас как потребителя например это будет там имя мобильного предложения или юзер агент или все что угодно вот айди мы передаем также либо либо идишник не попадая по клавишам либо ну что можно взять по умолчанию ну название библиотеки кожа дикоин так ну теперь давайте опечатка на строке spartone да действительно ну а вот давайте посмотрим что было бы если я не заметил жук ошибка вот символ пост в контексте неизвестный раз так работает теперь мы переходим в этот namespace в репл и ну посмотрим как у нас все это работает дистанционер пися вот передаем порт вот смотрим что получилось так хост тайма проверяем проверяем датой мало 5 ну допустим теперь мы хотим передать скажем айдишка что у нас такая 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 так юмер там будет у нас пароль 1 2 3 1 2 3 что я не так сделал почему 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 это не работает это не работает так так работает так а здесь а надо же не так надо же это взять вот так а вот так 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 это же необязательный параметр то есть получается амперсант здесь то есть первый необязательный параметр ну-ка о все вечер уже не соображал значит конструктор у нас готов такой конструктор который ну конструирует нам экземпляр мапы json rpc помню что именно на ней определена функция perform которая будет действовать выполнять этот запрос это вообще в принципе идея с протоколами хорошая потому что она гарантирует что вот эта функция может быть вызвана только на том объекте который вот эту функцию реализовывать то есть вот такое якобы ооп если по ошибке если бы это была просто функция то в качестве первого параметра мы бы могли передать там все что угодно и потом бороться с кеми-то странными багами так значит теперь посмотрим как ведет себя функция perform значит вот это вот так прежде всего нужно расширить ее конструктор ее поля этими полями которые мы порт порт так вот ссылаться на первый аргумент смысла нет потому что все поля мы можем вот эти все поля которые объявлены в конструкторе мапы они все видны внутри тела так ну теперь надо адаптировать прежде всего как строится уру уру строится неправильно потому что он не учитывает схему вот давайте во первом схема это что но то есть если если секьюр то будет http иначе а dps иначе будет просто http значит здесь будет у нас схема что что-то нажимаю что-то происходит само по себе так потом значит версия json rpc это версия айди это будет айди вот этот вот pilot это формируется тело json запроса которое мы туда отправим так args знаменит на парамс потому что мы будем оперировать не векторами а мапами хотя json rpc одинаково хорошо работает с как называется так с векторами и с мапами то есть параметры позиционные и именовыми так получается у нас может не быть авторизации например вектором не поддерживает базовую авторизацию до сих пор стыд и позор конечно но тем не менее мы составим сейчас объект авторизации таким образом что если у нас переданы и юзер и пароль тогда мы возвращаем вот такой вектор ну или можно просто строчки склеить через двоеточие вот а если хотя бы один из них не передан то объект авторизации будет пустой теперь да вот базу авторизации мы передаем объект авторизации так здесь получается логирование видите как красиво показывает документаж документацию вижу так значит если ответ пришел 200 куда мы возвращаем то вот этот body это будет уже восстановленный шейсончик у него будет поле резалт которое содержит себе действительный результат вот а если не 200 тогда тут начинается звезда пляска у cljack ttp есть такой минус что в случае неположительного ответа он не парсит тело и это плохо я думаю завести им еще или может поправить но к сожалению если ответ не 200 тогда тело будет строка и нам приходится придется самому его ну самим его парсить вот мы распарсили получи там есть поле error это поле тоже словарь с ключами code message код ошибки и сообщения и значит мы вставляем сообщение логируем и возвращаем свой exception ну нормально но у нас так что то здесь плохо а да не arcs а парамс вообще я не любитель конечно бросать исключения но пусть пока так будет потому что правильнее было бы какую-то пару возвращать но как бы это отдельная тема так вот здесь мы причесали можно можно закоммитить то есть здесь используется плагин для emacs magid это развернем потому что не видно из-за низкого разрешения он показывает что мы здесь делали ну нормально так вот в ридми в ридми я поправил ссылку на ссылку на вики так можно уже закоммитить и написать здесь что написать что апельсин в факторе так кушаем мастер не выходя из зима так значит тут все хорошо теперь переходим в API так так вот не очень мне нравится сам наименование namespace bitcoin API потому что у нас будет API для bitcoin core и для bitcoin электру для разных кошельков для них разные api привести их к одному знаменателю не получится поэтому пусть будет два namespace один будет называться bitcoin bitcoin второй bitcoin элету вот так значит этот модуль я сохраню под именем coin kvg bitcoin так удалить нужно tdpi так значит из бэкенда импортируется функция perform так а из джессон rpc импортируется что тут да вот эта функция а не в принципе она нам пока не нужна ладно пока ничего не будет импортировать пока подумаем не вот так так теперь начинаем с с API значит суть в чем что API будет очень много если вы посмотрели кстати на всякий случай напишите до сих пор слышно ли видно ли на всякий случай значит опишек очень много вики там видно что там вот не знаю наверно штук 35 вот писать их руками это очень напряжно и только пепаста будет поэтому неплохо бы заиметь какую-то макрос с вообще существует уже библиотека кожа битисе где автор проделал примерно такую же работу он тоже написал интерфейс к кошельку биткоина я на библиотеку смотрел но не все мне там не понравилось и я решил что проще будет своими написать и заодно как бы сделать тему для стрима вот но кое-что я у него позаимствовал я позаимствовал у него макрос элегантно решил проблему создания декларации многих-многих опишек это он удачно вышел с положения макрос получается будем сейчас писать следующим образом вот например так это все старые функции они нам сейчас не нужно документировать так то есть да спасибо когда мы пишем какую-то опишку то хотелось бы сначала перед тем как писать какой-то макрос желательно определиться как макрос будет выглядеть и что он будет разворачиваться я бы хотел писать вот так например вот так get balance здесь какая-то док строка может быть ссылка на вики вот и все что мне нужно здесь это определить аргументы ну там я не знаю какие там mincon например вот и все больше ничего не хочу потому что тело у всех опишек будет одинаково и вот что вот теперь что я хотел бы увидеть в результате чтобы это была вот такая функция здесь была та же самая строка документации аргументы это вот instance вот этой вот JSON-RPC map и произвольные аргументы произвольные аргументы например вот такие то есть чтобы на уровне сигнатуры было видно какие аргументы принимает функция и чтобы заодно они были схлопнуты в общие параметры и чтобы тело функции было такое perform так здесь вот тоже самое название функции только уже как строка так парамс ну в принципе и все то есть чтобы на выходе получилось вот такое так ну вот теперь надо написать макрос который это будет делать ну а дальше мы таким вот образом быстро понасторгаем нужно капишек давайте определим макрос dfpi что он будет принимать он будет принимать так имя опишки ну docstring просто doc будет и аргументы этого достаточно будет так что макрос должен вернуть ну список законченный должен вернуть такой вот должен вернуть значит df это вычисляется это вычисляется так здесь получается первый параметр будет rpc называться так и какой-то амперсандик мапа кейс здесь нас вектор ключей парамс так ключи будут вычисляться таким образом это будет вектор ключей обязательно это параметры так а тело функции будет таким так надо будет перевести строку неудачно name name нам будет api так api чтобы нам не затенять функцию name так тут будет так name api таким образом так нет что вот вот так и парамс все так мы будем проверять во что вырождает этот макрос значит чтобы проверить во что вырождается макрос для этого есть другой макрос функция macro expand которая принимает список не не полностью законченный а с одинарной кавычкой и выражение так так что что получилось на выходе а да я забыл строку документации так так ну вот сразу ошибка не символы rpc должен быть символом это тоже тоже это тоже так то есть здесь должен быть ммм все спараемся спараемся так смотрим Так, нет. Так, как там делается? А, там же такой паттерн, что вычисление, квасирование, чтобы просто единичный силу открыть. Да, все. Здесь, соответственно, тоже R, 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 C, P, D. А, я, видимо, уже исправил это. Спасибо за подсказку. Так, здесь то же самое вычисление и квасирование. То же самое. Так. Так, а проблема вот в чем. А, нет, пока проблемы нет. Так, посмотрим, все ли нормально или нет. Слушаем, здесь порядок неправильно. Хотелось бы видеть сначала Kiss, а потом S. Но, не страшно. Так, теперь сделаем. Делаем пинтипишку. Get Balance. Так, строчку пока пустую. И что она принимает. Вот так. Теперь что она делает. Что она делает. Так, ну, что она принимает. Теперь надо идти смотреть вики. Переходим на вики. Смотрим. Get. Get Balance. Так, еще лучше смотреть. Здесь, а вот здесь есть такой сайт хороший. Chain Query, который вот эту всю информацию неплохо уже сагрегировал. Get. Get. Get Balance. Вот все здесь написано. Что она делает. Так, вот она принимает. Так, аккаунт. А, мне лучше вот отсюда смотреть. Так, она принимает. Значит, пока аккаунт. Хочем люди приклеить, но возьмем его. Так, он принимает. Мин. Конф. И include. Вот чем же. Так, ну и документацию я тебя возьмем. Так, вот. Просто тупость копипастей. Здесь проблема только в том, что приходится расставляет эти вот кавычки двойные. Хотя можно сделать вот так. Просто внутри строки поменять все двойные кавычки на вдруг на одинарный. Тогда не придется ничего делать. Так, смотрим, что такое. так, что-то я не очень понимаю, что происходит в протоколе. А, должно быть так. Конечно, первый параметр должен придаваться RPC. так, заодно посмотрим, что получилось. Ну-ка. Вот. Теперь должно быть нормально, что появится RPC. RPC. Потом придается метод RPC. Потом RPC. Потом параметр. Посмотрим. Так. Ну, вроде отработало. То есть вот, когда вот такое мигание происходит, я загружаю вот эту весь буфер, который сейчас здесь. я его загружаю в REPL. И в REPL у меня он обновляется. Так. Теперь давайте посмотрим, что из себя представляет эта вот функция GetBellance. Так. Ну, вот у него аргументы у него красивые. Ну, вроде все нормально. Так. Ну, теперь самый главный момент. Мы ее попробуем вызвать, чтобы натравить ее на реальную ноду. Так. Что я имею в виду? У меня есть на DigitalOcean поднята реальная биткоиновская нода. То есть, ну, заходим под рутом, да. Все как полагается. Вот. Там работает сейчас биткоин. Биткоин нода. Ну, на самом деле она выключена, потому что она пожирает пространство, ну, дисковое пространство с бешеной скоростью. За один день, например, она выключила очень много. Вот можно посмотреть. Сколько? Так. Сколько сейчас занимает? О, 16 гигабайт при свободных 20. То есть, если эту ноду оставить, ну, этот биткоин демон оставит работать, то он моментально выжит все пространство и просто машина перестанет работать. так. Но, тем не менее, мы сейчас на время стрима его включим. Так. Какой отсюда? сервис. Так. Ну, переход не работает. Ой. Мы его включим. Так. Он заработал. Теперь. Он висит у меня на 7777 порту. Вот. То есть, смотрит в открытый мир, что, конечно, небезопасно, он работает в режиме тестнет. Что это такое? Я сейчас объясню. Так. Берем вот этот айпишник и заходим сюда. О! Работает. То есть, прямо сейчас там работает HTTP сервер, который отвечает на наш запрос. Ну, по спеке JSON-RPC все запросы должны идти через пост, поэтому он ругается. Ладно. Значит, что такое тестнет? Тестнет – это альтернативный биткоин, ну, альтернативный блокчейн, альтернативная биткоин-система, значение которой исключительно тестирование. Потому что сейчас биткоин дорожает, и, скажем, тестировать, посылая друг другу какие-то мелкие суммы, даже самые маленькие – это будет очень дорого, потому что там комиссия. И специально для этих целей будет создан тестнет, и он работает точно так же, то есть клиент воспринимает их точно так же, как и родной биткоин, и вы можете спокойно совершать там операции на большие деньги, на маленькие. Это ничего не значит. Есть специальный сайт, где ты просто заходишь и говоришь, что скиньте мне этот кошелек, тебе скидывают денег случайно, количество. И ты можешь тестировать свое предложение, как оно отработало. Так, значит, сейчас сервер работает на порту, и, собственно, мы сейчас из репла попытаемся к нему законопиться. так. Так, для этого нам нужно что? Для этого нам нужно импортировать этот конструктор на чайсон RPC. Так. И объявим его. RPC – это получается RPC. Так, порт 777. Так, ну и теперь параметры. хост. Хост. Хост – это вот эта вот айпишня. Ну, конечно, без схемы, просто айпишня. Так. Так. User. User там full, пароль, bar. Ну, я напоминаю, что нет смысла какие-то хакерские операции проделать, потому что там он работает в режиме RPC. То есть бесполезно. Так. И что еще нужно указать? Ну, наверное, все. Попробуем так. RPC. И теперь попробуем запросить баланс. Get balance RPC. И ничего не передаем. О. О, смотрите-ка. Трудно поверить, но сработало. Вот, смотрите, произошел запрос по протоколу HTTP к этому серверу. Вот такое было передано тело. ID-шка к ложе биткоин. Параметры NIL. Баланс нулевой. Отлично. Работает. Вот на этом месте можно уже закоммититься. Собственно, один раз. Так. То есть запилив вот одну опешку, мы остальные сейчас настрогаем очень быстро. Ну, опять-таки, мы не будем сейчас там 25 пилить. Только то, что самое необходимое. Так. Значит, во-первых... А. Хорошо бы посмотреть, что будет в случае ошибки. Ошибки тоже надо всегда проверять. Давайте посмотрим. Что если под аккаунтом передать на существующий аккаунт. Проверим ОПЛ. Так, такого аккаунта нет. Так. Так. Вся чем. Со скобками. Так. Я ничего не могу понять. Что он у меня на меня ругается? Это же правильный синтаксис. Правильный. А что ж ты не хочешь-то, а? Так. Good balance. Парамус. Распарамус. Ну. А я... Е-мое. Вот. Чувствую. Что значит вечер. Я опять напутал. Опять напутал вот эти вот... параметры. Что у меня сейчас... Они как идут позиционные. Нужно... Нужно не так. Нужно их собрать в один параметр. Мапу. Вот таким образом. Да. Где это? Вот так сделать вектор. Вот. И теперь... Вот. Теперь будет первый... Первый необязательный параметр. будет восстановлен в мапу. С именем парамус. Так. Посмотрим. Как это отразилось на... На функции. Вот. Теперь нормально работает. Ну. Попробуем еще раз. Да. Попробуем еще раз вызвать эту функцию. Работает. Так. И таким образом. Ё-моё. Скобка. Фигурная. Круглая. Вдох. Все. Отлично. Так. Если тип неправильно указать, что будет. Так. Вот. Он ругнулся. И самое главное, что... Так. Смотрим сообщение. Как выглядит сообщение. Так. Ферия. 500. Метод пост. 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 Так. И вот сразу очевидно, я логирую не те параметры. Я логирую слишком много всего. Где-то надо поправить. Потому что здесь оно избыточное. Не нужно так облогировать, потому что все занимает место. Так. Вот. А. Ё-моё. Я вот эти парамс, получается, перетираю. Вот. Я передаю парамс. А потом объявляю вот эти вот парамс. Это плохо. Ну. Ладно. Давайте их снова вернем в args. Это просто аргументы, получается. Так. Парамс. А здесь будет слонгированный args. Теперь возвращаемся в repo. на чём. И смотрим. Так. Вжух. Так. Нет, что-то не то. Торнгать баланс. форм парамс это явно лишнее почему он логируется я не могу понять метод args эти пара аркс эти дали логироваться потому что на нем спец перезагрузить посмотрим там была какая-то история с тем а точно кто-то писал что методы при перезагрузке несов не перезагружаются методы для тех инстансов которые уже были созданы точно вспомнил не помню кто же это писал короче говоря мы перезагрузили реализацию метода этого джессон рпс и фон мы перезагрузили этот метод ну вот мы вообще все перезагрузили но те экземпляры которые были созданы в памяти для них реализация стала старой вот особенности вот компилятора кожи поэтому нам нужно создать новый инстанс этого джессон рпс и сейчас должно быть нормально все жук о потерь нормальным теле видите сообщение об ошибке гораздо меньше ошибка минус 1 и нормальная ошибка все фух интересно сколько сколько всего сам узнал на своем же стриме так надо закоммититься под это дело серьезные ошибки были скажется что все нормально так теперь когда работает посмотрим какие пишки нам нужно значит нужно нам проверка баланса потом список транзакций потом список по адресу иногда полезно не все транзакции получить а просто по кому-то адресу одному если мы хотим какой-то адрес так и потом нам нужно еще акрита и создание адреса так что еще но получается мы создали адрес она можно еще делать листом получить список адресов то есть включая создать адрес получить список адресов получить список транзакций и получить виза транзакций по адресу ну в принципе нормально так и шокаунт адресы секрет адресы аккаунт так ну это все принципе не надо давайте сотрем так ну давайте например сделаем создание адреса создание адреса так какая афишка наверно креет адрес так что то я не вижу а как если новый адрес создавать так смотрим у меня здесь слишком много я не могу понять почему как называлась афишка для создания нового адреса где-то калаге с где-то с где-то с где-то г 8 так так ну это сейчас это сейчас как бы ну для держите так ну-ка посмотрим так это так здесь у меня был ссылка на старые веки так что-то что-то застопорилось дело надо посмотреть почему нет такой пишки get адрес балкал будет понятно get new адрес get new адрес вот она get new адрес блин а почему я не видел что-то что-то дела так то здесь ведь не адрес ну да действительно есть такая функция почему я не вижу не мог ее найти здесь здесь почему-то ее нет ну слушайте интересно давай может быть может быть на этом сайте не все есть и пишите давайте проверим нашего ресурса так объедула фишку не ладжинс это узнал что так так он принимает необязательный параметр аккаунт но все равно пусть будет так посмотрим так так ой не нужно так репл вот пожалуйста вот новый адрес еще всё так так начиная от скида косяки с хтв протоколом но ну какие то проблемы связи или может там демон тормозит из за то что у него нет места и памяти там потому что нода очень слаба но тем не менее так короче адреса возвращаются отлично Теперь сделаем лист, лист адресес. Так, как он называется, лист, так непонятно, идем сюда, не сюда, а вот сюда. Нет, не сюда, а вот не сюда. Так, где-то вики была. Вот она была. Так, get-адресес. Так, get-адрес можно еще есть. Лист адресес. Нет, лист адресес нет. Так, лист аккаунт, лист адресес. Так, а тут написано, что get-адресес, а, мне там не нужен get-адресес по аккаунт, потому что аккаунт уже где прикрепить, но нужно просто получить список адресов. Так, тоже что-то непонятно, а? Видел же эту афишку. Пока, Антон. Пока летом. Лист адресес. Не очень понятно. Почитаю, надеюсь. Так, нет, ну там. Ну, опять, видимо, придется закупить. Просто. Просто, чтобы пролистать. list received by addresses. Так, лист received by addresses. Нам понятно. То есть, он возвращает не... Так, вики была. list received by addresses. А, он возвращает список транзакций по указанному, видимо, по... По всем адресам. А, понятно. Ну, это не совсем то. Так, ладно, пока с этим... В принципе, пока что с этим под вопросом... Давайте сделаем... В принципе, список адресов нам получать необязательно. Потому что, все равно, на каждый запрос мы будем генерировать новый адрес. Поэтому, смотреть список адресов, в принципе, это необязательно. Сделаем вот что. list transactions. Посмотрим. Посмотрим. Да, есть такая фишка. Она возвращает... Она возвращает... Да, ну, просто возвращает все транзакции. Докстрин копируем. И заменяем все двойные каблучки на одинарные. list transactions. Значит, понимательно, что... Аккаунт. Аккаунт. Скип. И... Include. Вот что ли. Так. Посмотрим. О, кстати. Вот действие мы можем сделать. Вот у нас есть адрес. Теперь мы попробуем сейчас на этот адрес перевести денег. Идем сюда, на эту страничку. Копируем наш адрес. Вот. И говорим, что... Чувак, накиньте нам денег. Так. Вот, пожалуйста. Он нам перекинул что-то. И теперь надо ждать, пока эта транзакция обработается. Ну, что-то у него случилось. Или не у него, или я не знаю. Почему-то транзакции... Вот видите, много висячих транзакций. Неизвестно, когда они обработаются. Но что произойдет? Когда вот эта транзакция обработается и придут деньги, то опишка... Вот эта вот лист транзакций, она вернет не пустой массив, как сейчас. А она вернет... Ну, там будет наша транзакция в виде словаря. Вот пустой словарь, потому что ничего нет. Так. Лист транзакций. Кейт адрес у нас есть. Лист адреса с у нас под вопросом. Ну и получить транзакции по адресу. Так, тоже смотрим, какая-то напишечка. Лист... Received by address. Да, это та самая. Received by address. Это получается список транзакций по адресу. Тоже она вам пригодится. Там будем трогать какой-то адрес. Все, ковипаста и делается. Так. Вырезаем. Так. Что она принимает? Смотрим. Так. Копируем. DoctString. Так. Minconf. Minconf. Это минимальное число подтверждений. Это включать ли пустые пустые адреса. Но смысла нет получается. Include. Вот что ли. Так. Ну не знаю. Давайте посмотрим, как это работает. List transactions. Так. Где тогда передается адрес? Чуть непонятно лист. Received by address. Received by address. А. Это получается лист. Received. А. Не то совсем не делал. Так. Ну в принципе. Ладно. Этого достаточно. Эта опишка нам не нужна. Пока ее выкинем. Ладно. Но пока не нужна. Короче говоря. Видно. Что. Вот такой метод определения пишек работает. Потом. Впоследствии. Если какая-то потребуется. То. Не возникли проблем с тем. Чтобы ее добавить. Так. Теперь. Вот сейчас мы это заканитим. Все. И. Решим. Проблем. Другую. Теперь. Будем решать. Проблему. С. Электрумом. То есть. Вот. У нас есть. Вариант. Биткоин. Нодой. С оригинальным. Кошельком. Но. Проблема в том. Что. Он. Там. Вариант. Занимает. Неплохо. Так. Место. И. Придется. Оплатить. За это. Поэтому. Попробуем. Еще. Поработать. С. Электрумом. Он. Похожим. Образом. Работает. Поэтому. Думаю. Тут. Будет. Работа. Механическая. Сдаем. Новый. Электрум. Привет. Вот. И. Посмотрим. Что. Здесь. Такое. Берем. Ну. Сначала. Все. Делаем. Копипасты. Обычно. Только. Не. Биткоина. Электрум. Так. Тоже. Сейчас. Все. На. Копипасте. Потом. Разберемся. Что. Почему. Ну. Вынесем. В общем. Модуль. Придется. Так. Открываем. Значит. А. Во-первых. Нужно. Сейчас. Локально. Запустить. Этот. Самый. Электрум. Так. Сейчас. Мы. Зайдем. Кстати. До сих пор. Здесь. Потушим. Биткоин. Ноду. Чтобы. Места. Не сидала. Ну. Сколько. Она. Успела. Съесть. Пока. Мы. тут все это делали. Пожалуйста. Вот. Раз. Мегабайты. И. Раз. И. Нету. Так. Все. Приляг. Так. Теперь. У. У меня. Локально. Установлен. Электрум. Так. Он. Что. Так. Что. Ты. Хочешь. От. Меня. Тушим. А. Он. Работает. Потушим. Теперь. Снова. Стартанем. Конфиг. Так. Находится. Электрум. Так. У него. Что. Здесь. Порт. У него. Тоже. Семь. 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 Насколько. Я знаю. У него. База. Авторизация. Не работает. Ну. Ладно. Так. Давайте. Посмотрим. Какие. Апишки. Нам. Нужно. Замь. Help. Так. У него. Что. Есть. Ну. Тоже. Get. Balance. Посмотрим. Документацию. А. Ну. Она. Вообще. Никак. Аргументов. Не принимает. Ну. Отлично. Так. Это. Стираем. Берем. Вот. Эту. Док. Стринг. Ну. И. Здесь. Ничего. Так. Теперь. Будем. Проверять. Как. Работает. Электрум. Так. Меняем. На. Мспейс. Репла. Обходим. Реплу. Тоже самое. Надо создать. РПС. Так. Хост. Это. Локальный хост. Поэтому. Его не будем. Юзер. Не надо. Не надо. Не надо. Тут. Вообще. Получается. Он стоит. Только один порт. Так. Вжух. И. Теперь. Сейчас. Посмотрим. Во. Что. Скомпилировалось. Да. Важно. Ну. Понятно. Немножко грело. Видите. Надо будет. Учесть. В принципе. Что. Если. Параметры. Пустые. Можно. Так. Проверить. Что. Если. Параметры. Пустые. То. Чтобы. Вот. Эта. Вся. Вещь. Не. Вообще. Не. Добавлялась. Сюда. Только. Может. Бузинка. Сейчас. Поправить. Как-то. Лучше. Делать. Сейчас. Как-то. Так. О. Ладно. Сейчас. Долго. Будет. Потом. Здесь. Немножить. Душку. Фикс. Энити. Аркс. Так. Мы теперь. Проверим. Так. Работает. Только. Странно. Почему. Он вернул. Нил. Должен. Возвращать. Нил. Так. Ну-ка. Вот. Делаем. Что. Кость. Параметры. Совет. Что-то. Ему не нравится. Ну-ка. Вот. У меня. Здесь. Был. Где-то. В закромах. Куру. Так. О. Никита. Привет. Да. Это. Емакс. Это. Это. Хардкор. А. У нас не загружен. Кошелек. Надо. Да. Я забыл. Надо взять эту команду. Load Wallet. Непонятно почему. Так. Опять. Ладно. Так. Так. Здесь все нормально. А что ж тебе не нравится-то, а? Метод. Дурбанс. Парам. Снимут. Может тебе параметры не нравятся? Почему ты не возвращаешь? Ну-ка. Так. Так. Если тебя курлом заслать, то что ты мне вернешь? Ну. Только не AdRequest. А. А что? Мое. Так. Что все сломалось? Нет. Надо сделать GetBalance. Маланс. 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 А параметры? А в параметрах NIL можно, да? И как там дуло? Так. Мое. Нет. Ладно. Да. Хотя бы тогда пустой. Коварик. Так. Вот. Должно выглядеть вот так. Почему он возвращает NIL? Непонятно. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ладно. Попробуем сейчас залезть. так. Сюда. И попробуем тупо залогать. Залогать. Респонс. Ладно. У нас не весь респонс, а можно. А. И. Так. Что какая-то мистика? Чего не логается? Да. Ладно. Угу. Так. Что-то ничего понять не могу. Почему? А. Может у меня там логирование неправильно устроено? Только дебаг. Да. Наверное это минус. Что только дебаг логируется. Хотя нет. Что-то опять ничего не могу понять. Почему не логируется. Респонс. Так. Может надо на namespace? А. Ё-моё. Ай-бля. Это опять из-за того, что RPC не перезагружается. Так. А мы тогда будем делать вот так. На каждый запрос. Будем делать вот так. Будем передавать вот таким макаром. Динамически. То есть каждый раз будет создавать свежие RPC. Так. Другое дело. Ммм. Инвалид request параметров. Ммм. 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 Иммм. GitBalance. Статус 200. Python. Мммм. Какая то есть параметр у нас нет. Ат цитине не нравится. Так что это такое сейчас линия. Да ну, понятно. ему не нравятся параметры как передавать тогда аппарам с ним так то очень плохо почему они не а потому что не было передано ни одного все понятно амида потому что не было передано ни одного аргумента и вот этот парам вот эти парамс они просто вот по полностью заматились мне сейчас парамс тоже него значит надо как-то передавать такую форму надо что передавать либо параметра если они нил тогда передавать пустой словарь это вот так так теперь посмотрим как работает экспонт ну да так сделаем чик о вот теперь получается все нормально если параметры были если мы ничего не передали тогда сюда будут переданы парамс будет нил всегда пойдет пустой словарь все отлично так теперь мы посмотрим о правда вот опять же странно что они возвращают как строчку но хотя в принципе это правильно потому что деньги надо возвращать либо строкой либо каким-то типом потому что здесь вот я же только очень успешные люди оперируют целочисленные биткойнами телу кто не успел у них какие-то сатоши то мелкие мелкие если передавать их то возникнет проблема флотов и поэтому все правильно значит get balance работает отлично так что нам еще нужно сейчас быстренько глянем help так вот вот у него у этого кошелька электром у него опишка гораздо лучше но самом плане реализации хромает немножко но посмотрим так значит нам нужно лист адрес с сразу сейчас выпишу так лист адрес с нужно так есть нас проблема с аргументами остается можно потом отдельно поправить так адрес с точно помню вы есть специальная фишка для выставления для выставления платежа так адрес с у нас моя так адрес с креет кредит адрес или как там нет адрес баланс на то есть получить баланс по адресу кредит ну да вот он и адрес да ё-моё все клавиш подсбиты ой ё-моё клей и history history возвращает всю историю кошелька минус в том что она не поддерживает подженацию поэтому поэтому если вы успешный и у вас много операций не знаю что делать с этой фишки но это явно не про меня потому что там операция будет код на плаку так давайте быстренько сейчас настругаем эти эти опишки так вот одно проект как они работают на одном посмотрим как лист адрес что и нужно у нее никаких особых параметров нет так возьмем так ты сюда поле она хотя с другой стороны а нет у меня здесь есть хороший допустим ресивен так давай все после тебя возьмем баланс из коммент вот есть хорошие так вот понятно шоу так значит у меня будут аргументы следующие у меня был он юст этой на юст очень то есть те по которым поступила бабло давайте посмотрим она есть начало ли создать конечно так так что получается он здесь нужно ничего но это все остальное такое ничего не лишнего так вот опять таки вот мне не нравится что здесь надо пустой слова ну ладно пустой нормально так ну теперь создаем нет баланс ведь не адрес жух жух так теперь посмотрим лист так но я объясню 10 так много потому что здесь вообще вам так да и здесь много потому что у меня там были уже при до этого были созданы он вообще пришли поток стартует он сразу задает по моему то ли 20 или сколько там еще так давайте отсюда уберем логи не нужно потому что захламляет не кисло нормально теперь все так а да да давайте посмотрим например он есть так то сколько здесь например давайте запомним к так 38 так если мы теперь перед этим он есть 38 странно непонятно он обрабатывает или единичку а флангер вот если мы передаем видим фангет так что не совсем совсем не понял как они работают почему-то не передать но ведь я передаю значение но ничего не меняется не сильно чем-то шоу или фангет он если выбился это кажется опять мой косяк они хотя не так так стоять блин передан передают и стоим я мою почему так так парамс так получается либо парамс либо пустой список почему из парамс или понятно почему пустой список приходит почему передается пустой словарик почему мы погребем а елки-палки а господи да не туда передаю о все все правильно было просто не туда передавал я передавал этот словарик и передавал вот в этот вот этот конструктор надо передавать его было вот так все шикарно так ну-ка так вы получается фангет true он не вернул пустоту потому что мне еще никто не заплатил ну-ка если логовой бурс так если лейбл стола ну какую-то метаданную это метаданная еще будет передавать которые как-то можно задать видимо ночью снега это креет креетнию адрес отлично так остается осталось значит history день и самое важное выставление счета киски так скопи пастин так что там принимает ну ерунду вот плохо то что тут эта пешка не не поддержит пагинацию опять-таки если то есть вы каждый раз будете выгребать операцию по новой нехорошо но другой стороны плюс 100 электромах что он написан на питоне и как бы оригинальный биткоин написан на плюсах и поправить проект на питоне все-таки гораздо проще чем поправить проект на плюсах то есть этот товарищ который пилит электром он в принципе открыт пол реквеста можно ну к нему зайти там что-то предложить ему поправить он будет только рад у них там всякие шесть висят поэтому можете туда что-нибудь так все истории нет и последний осталось адрес так вот там будет различные параметры так док стринг и смотрим текс то значит у него амаунт так во первых все сколи пастин док стрин разбранно ну потом надо форматировать поаккуратнее так значит у него амаунт и также можно передать в антицентный знак чтобы все деньги поправить так значит у него мема мема это это просто сопроводительная информация экспирейшен это типа когда он за экспорица но этот период это просто не имеет никакого отношения в лучей но это просто на уровне электрома отслеживаются те реквесты которые вы выставили например там заказчик должен оплатить течение там дня он не оплатил и если у вас установлен графический интерфейс для электрома он там вам что-то покажет губнотификации что такое так и fox fox это создать новый адрес если превышен так называемый гэп лимит этот гэп лимит это больная тема могу на немножко подробнее остановиться ну вот вообще в биткоине приняты вот такие вот документы типа знаете как в питоне там пип не пеп не пипа пеп то есть как бы документ по улучшению paper какой-то где описывается что надо делать и есть там внесли такой paper о том что клиентская по для биткоина она не должно как сказать не должно проверять больше 20 подряд неиспользуемых адресов то есть вот эта вот система что один адрес одна транзакция порождает очень большое количество адресов и ну видимо каким-то программистам трудно сканить все адреса поэтому такое предложение внесено что если идут двадцать более двадцати адресов подряд то система то что перед ними не смотрит и это плохо потому что например если вот у вас есть это адреса потом у вас идет двадцать подряд неиспользуемых адресов и тупые потом какие-то другие адреса то вы будете получать только ну будете плачь получать деньги на те адреса которые тут ведут в конце а то что перед этим гэпом он того не будет отслеживать если вам переведут деньги на те адреса то как бы система bitcoin будет о них знать ваш клиент о них знать ничего не будет будет читать что он просто не будет проверять он не будет показывать вам актуальное состояние вашего счета вот я на эту тело много читал но так до конца не понял вообще зачем это было сделано неужели так сложно она как-то перебирать все адреса ну ладно как есть так есть вообще кстати было бы еще знаете что хорошо сделать в нашем макросе каким-то образом разделить обязательный аргумент и не обязательно например 10 маут он обязательно потом было бы здорово если вам был знаете как тут их например разделить каким-то сепаратор например вот таким то есть вот это вот обязательно как-то сообщить пользователю что вот это вот надо обязательно передать это нет ну это пока это такое вкусовщина не будем пока на эту тему думать так давайте посмотрим как у нас работает андрик уэст андрик уэст так и здесь но допустим передадим не передадим ничего так он как-то странно вернул нам нил что-то не очень хорошо так надо запомнить поведение так давайте выставим счет на 1 bitcoin так отлично вот он смотрите у нас нарисовался такой рулет в принципе вот этот рулет достаточно показать заказчику он на него нажмет и улетит свой кошелек так ну-ка нормально так а если перекинут неправильные параметры передать что будет таким вот образом так вот меня смущает то что при ошибке когда ну что-то мы неправильно передаем возвращается нил это не очень хорошо надо посмотреть может там какая-то структура ответа другая так вот доходим джейсон рпс и и добавим здесь логирование чик посмотрим так что боди один так так какой был ответ мне это нравится вообще никакой вот место стандартизации а вообще почему нарушают спеки почему он смотрите у нас ошибка в ответе но он вернул 200 то есть биткоин на плюсах написано возвращает там 500 500 очку ну или в любом случае не 200 а электро возвращает 200 и плохой ответ вот хочется после этого убивать ты же должен уже на уровне статуса отвечает что ошибка произошла нельзя отвечать 200 и подавать плохой ответ так ладно но тем не менее это такой вот тоже кейс значит надо смотреть что если значит статус 200 значит статус 200 либо что то так так хорошо а есть мы правильно предводим предъявить нормальный ответ а нет надо лог вернуть так посмотрим что будет если передать все нормально так единичка тело будет респонс исполниться делу а резал то так резал так а значит поле вообще поле р р р не в общении понятно значит надо так что если статус равно 200 привет так если статус равен 200 и р не заполнил получается что там там же значит body тогда тогда вот возвращается нормальный ответ а если ничего этого не выполнена идет вся вот эта песня попробуем работает или нет так на тут уже не только что так фолз чуху так давайте посмотрим так если статус фолз так у нас закончились а у нас закончились адреса все правильно короче я вспомнил что фолз он отвечает когда заканчивается неиспользованные адреса для этого как раз и служит форс который насильно создает еще один адрес так отлично теперь значит эту форму надо вернуть а я иди сюда ну если в любом случае надо еще проверять будет ответ на фолз вот тоже вот такая вот опишка недетерминированная нет бы вот ошибку вернуть то есть получается ты же не смог выставить адрес не смог же выставить оплату правильно так значит надо ошибку вернуть почему ты возвращаешь фолз то есть здесь вот не знаю писали кто тут это вот я не знаю боюсь вот кому-нибудь оборонить и обидеть кого-нибудь как дети какие-то так ладно теперь посмотрим как будет ошибка выглядеть передадим передадим передаем чушь так получаем фолз почему это очень странное поведение ну блин ну упади же ты с ошибкой да очень странно как же как же тебя вообще заставить тебя сгенерить какую-то ошибку а а маут да если строк какую-то передать ну не знаю но упади же ты скажешь ну ругнись нет да видите как вот ну даже вот вот смотрите вот какой пипец вот я передал в маунт мил да видите а он что сделал он отлично он он вот сформировал такой урон вот вообще какой-то вот пипец а вот кто-то неужели ты не мог проверить данные там не знаю джессон схемы каким-то валидатором ну какой-то не знаю пипец ничего не проверяется все какой-то решеток пожалуй типичный потом так ну ладно будем считать что а если вообще что пора почему такая ошибка сейчас возникает персистент зерема непонятно возникает проблема в том теперь что он не может распарсить ответ ну понятно значит давайте еще раз посмологировать еще раз посмологировать я зря зря я стер этот лог посмотрим что ты мне скажешь так он не может распарсить эту строку по моему да а то что он падает на чешир на чешире в попытке распарсить строку что такое джессор что ли неправильно почему так а иди а блин ё-моё получается что получается что а а блин структура данных то ведь уже была распарсена 13 получается вот как код то был 200 значит тело уже было распарсено ё-моё значит тогда здесь не ну блин здесь как то надо похитрее сделать надо вообще короче как то сделать так что это определять ну вот вообще вот попытка вот привести это к общему знаменателю она как то вот не очень не удалось не 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 понятно как лучше сделать здесь надо как то вот кучу условий наставлять что если статус 200 непонятно то есть надо проверять что если статус 200 это тело так ну так ладно давайте делаем так смотрите респонд боди и теперь здесь надо такую штуку сделать боди перетереть что боди чему равняется потому что если статус равняется 200 но по-хорошему надо проверять что не только 200 а там еще разное ну ладно значит если 200 тогда это боди а если нет тогда это вот так значит жук принудительно вообще конечно тоже надо завести законтребьюрити вот эту библиотеку kl-jack ttp чтобы они парсили боди в случае но в плохом случае так все здесь ничего не надо но теперь должно быть нормально так вот теперь теперь он ругается что все нету параметра нужного теперь нормально так как мы в общем то можно закоммититься под это дело ну еще в результате хотелось бы потестить не сломали ли мы чего на на биткоине но я думаю нет ничего другого в голову не лезет здесь мы поправили линку так теперь хотелось бы сделать тот макрос вынести в какой-то не знаю в общий name space как-то мне не знаю учился ли как лучше обозвать его и хоман потому что переименуем ты не лучшего передавали ничего не так и чего и 5 туда поместить этот матрос забреть это сюда макрос поместить здесь надо пофиксить эту штуку здесь надо еще написать докстринг нормальный чтобы было понятно ладно потом так и теперь надо сослаться на на этот макрос правильно так чтобы можно было передать вообще скажем что у нас нет параметров то можно было их вообще опустить тоже чем меньше кода тем лучше так перейдем в биткоин так здесь опять же также на него ссылаемся чик вот убираем так ну и теперь осталось в общем то так все это застричить перемещем так все это запущено мастер так ну тут конечно еще много работы в общем то надо этот макрос причесать надо еще может какие-то пишки сделать надо обязательно сделать нормальный ритме чтобы там было понятно чтобы посмотрим что тут делали 7 комитов и все это не будет сделали так ну в общем да тут надо конечно еще работать работать так в общем я на этом на сегодня закругляюсь давайте если кто-то еще остался в чатике напишите что-нибудь что вы обо всем этом думаете вообще нормально было не нормально стоит оно того или нет если кто-то живой еще отзовитесь так что тут у нас тут у ну в принципе если какие то вопросы есть я могу быстро на них от меня ответить если кто-то еще тут живой а поэтому проще в чате написать словами но видимо вопросов ни у кого нет так ладно если что то вопросу можно задать спасибо спасибо рад стараться в принципе если какие то есть технические и конкретные вопросы то можете задать в комментарии к этому видео я не знаю ли в твиттере или где еще лучше в комментариях к ютубу я потом может быть доберусь отвечу ладно сейчас заканчиваем на этом все давайте пока 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 пока